Привет, друзья, меня зовут Илья, и это новости о настолках! В этом выпуске еще одна настольная премия, а нет, еще две. Легендарные Magic the Gathering и Dungeons & Dragons объединяются в одной игре. Равенсбургер выпускает первый аудиоквест современности. Начнем с новостей, которые я откопал сам. До конца июля, в принципе, еще неделя, но без этой новости у меня объема не наберется. Хотя по щечкам и не скажешь. Итак, в конце июля Magic the Gathering объединится с Dungeons & Dragons. Игра загонит себя в рамки, покажет новую механику углубления в подземелье, а врагами станут легендарные монстры Злобоглаз, Свежеватель Разума, кто бы он ни был. И дракон. Видно, что дело верное. Канал Win Condition подготовил первый обзор карт нового сета кроссовера. Смотрите по ссылке в описании. В выпуске приключения в забытых королевствах вас ждут Занатар и Вова, Тиамат и Лолд, Вотердип и Авернус. Если вам, в отличие от меня, эти слова о чем-то говорят, то нахрена вы вообще меня смотрите и кому я это рассказываю? Вы и так все знаете. Группа магазина «Настольный город» в Симферополе рассказала, что Равенсбургер разрабатывает, если не ошибаюсь, то первый аудиоквест Эхос. Первыми в серии играми станут квесты «Коктейли» про тайну нью-йоркского бара, танцовщица про шотландский особняк и обитающего в нем призрака, и микрочип про уничтожение человечества. Звучит неплохо. Ожидаемо, что в игре не обойдется без приложения, в котором нужно прослушивать различные звуки, шорохи, аудиосообщения. Связывая их с физическими компонентами, локализация не помешает. Время телеграм-каналов! Без особых подробностей, видимо, как и первый источник, новости о настольных играх показали бигбокс для крыльев от Стоунмайер Геймс, какой издательство когда-то делало для серпа. Означает ли это, что стоит ждать Легаси-дополнения, которое расскажет про мир игры крылья? Редактор Хобби Ворлд сообщил, что журнал «Мир фантастики» победил в номинации «Лучший европейский журнал о фантастики» на конвенте Еврокон 2021, который как-то там проходил в Италии. В смысле, как-то там проходил? Так и написано? Ну да, вот. Ну вот. Вот Александр Киселев пишет, что они даже не знали о номинации, поэтому новость даже для них стала сюрпризом. Поздравляет он Сергея Серебрянского, это главред «Мира фантастики» и редакцию с авторами, потому что подобная награда, несмотря на то, что о ней даже не знали, это важный результат труда большого коллектива талантливых людей. Ну а теперь события из паблика ВКонтакте и Вен Ньюс, откуда я беру все новости для выпуска. А, не все получаются. Настольные премии не отпускают нас третий выпуск новостей подряд, но на этот раз действительно важное событие – раздача наград одной из самых престижных премий в мире «Шпильдас Яхес». Правда, важно оно до тех пор, пока не узнаешь лауреатов. Лучшая детская игра «Драгомина». И, честно говоря, я вообще уже не понимаю, зачем нужна детская версия и так детской игры «Кингтэ Мина». Оно же «Лоскутное Королевство», как и, например, «Каркасон». Бред. Лучшей игрой года для опытных игроков признана «Палео». Бред, бред. Ну а лучшей игрой года по версии «Шпильдас Яхес» стала «Микро-макро. Город улик». А вы меня убили? Если у вас еще остался интерес к самой престижной премии, то рекомендуемый список игр, номинантов и трансляцию церемонии вы найдете по ссылкам в описании или на канале Beaver Games. Автор, в общем-то, неплохих игр «Прибамбаса», «Сушикарты» и «Медвежий парк» Фил Волкер Хардинг и издательство «Буффало Геймс» анонсировали игру «Тетрис». Вместе с полетом в космос и вакцины от коронавируса это было единственным, в чем Россия когда-то опередила Запад. Че делаете? Делаем игры с фигурками из «Тетриса». Че тупите? Вот же есть! А че с пальцем у тебя? Балл со скиской. В «Тетрисе»… Не могу поверить, что я сейчас буду объяснять процесс. Каждый игрок бросает фигуры в собственную башню и размещая определенные фигуры в соответствии со значками на башне, заполняя горизонтальные ряды и выполняя на скорость задания, стремится накопить как можно больше очков. Фабрика игр напомнила о своем проекте Awkward Guests, да и о себе заодно. Предзаказ игры под названием «Опасные гости. Кто убил мистера Уолтона» начнется в конце июля-начале августа или хрен его знает вообще в сентябре. Том Вессел назвал «Опасных гостей» своей любимой игрой на дедукцию, а блог Manways Meeple сказал, что «Эта игра то, чем должна была быть Клюэда, но я не согласен. Я отлично проводил время за партиями в Клюэда. Не смейте гнать на игру!» Стандартное описание опасных гостей о том, что вам своими дедуктивными навыками нужно выяснить, по какому пути там прошел убийца, какое оружие он использовал, каков был его мотив, вот это все с фукоту. Наконец-то дополнили ярким примером, в котором вы разрываетесь между ножом и подушкой, как орудиями убийства. И тут получаете карту, которая говорит, что следов удушения на жертве не обнаружено. И следуя из того, что подушку можно взять только в спальне, где были Анжелика Альбинсон и Стэнли Смит, вы сужаете круг подозреваемых. В коробке опасных гостей 30 сценариев, 6 уровней сложности, но фабрика игр сделала еще и перевод цифрового приложения, которое открывает доступ к сотням сценариев и позволяет играть одному, как в видео на канале Пасьянс Шоу. Геймс начинает оправдывать свое название и логотип, паровоз издательства разгоняется и анонсирует вторую свою игру Париж. Правда, вот это весь анонс. Подробности об игре будут позже в группе издательства. Ну че, как у тебя дела-то, как у тебя? Да вот, анонсировал Париж, опять говорят, что игра отстой. Кого ты слушаешь? Блин, это пол-России еще этот Париж даже в глаза не видели. Я ж тебе тогда сказал. Да ладно, я засунул в топ и в лигу настольных игр, и все будет нормально. Ну тогда я еще и локализую. Нескучные игры, которые приходятся серым кардиналам некоторым издательствам, внезапно выпустили новинку Пруд Императора за авторством Александра Чупрова. Мне пришлось даже оставить в описании ссылку на Озон, ибо достать какую-либо информацию о новинке почти нереально, но я мечту свою лелея решил проблему гениально. Забил хер. Не-не-не, если вам реально интересно, то в пруду Императора нужно перемещаться по гексовому болю с помощью карточек маневров, спасибо, что не кубиков, и собирать еду для прокачки своего планшета. А вы это рыбка кои. И набирать победные очки. Зато по сайту Нескучных игр отлично видно, за счет каких игр живет и развивается наше хобби. Ха-ха-ха. Ну и последняя новость в выпуске о том, друзья, что на канале наконец-то опубликован обзор игры Ковбой Бибоб. Он дался мне непросто, поэтому я буду бескрайне благодарен вам, если вы посмотрите его и поделитесь с друзьями. А еще скоро вас ждет сюрприз от Настолки Лайф. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить анонс рубрики Настольный Ток с участием Алексея Зуйкова из 2 в кубе и меня. А, блин, так это я проболтался, получается. Ну, теперь не переписать. Ха-ха. Большое спасибо за просмотр и до новых встреч, друзья. Давайте пятюню. Пятюню.